Одна из самых популярных виджиев страны – журналист, известный блогер и прекрасная телеведущая, с нестандартным подходом к каждой теме, харизматичная и позитивная, жизнерадостная и энергичная Ирена Понарушку сегодня имеет широкую известность и по-прежнему вызывает интерес у зрителей. Что же известно об этой личности, которая с первых дней своего появления на телевидении окутала себя тайной? Начнем с биографических сведений. Будущая знаменитость, получившая при рождении имя Ирина Филиппова, появилась на свет в 1982 году в Москве, в семье довольно известного в столице человека. Ее отец, Василий Михайлович Филиппов является ректором РУДН, академиком Российской академии образования, и, кроме того, некоторое время занимал пост министра образования РФ. Тем не менее, сама Ирина, едва начав свою телекарьеру, назвала себя Ириной Понарушку, громко заявив, что это не псевдоним, а ее настоящая фамилия, которая ей досталась от отца, поляка Енека Понарушку, гитариста группы «Черновой гитары». А поскольку журналисты не раз возвращались к этой теме, то Ирена периодически меняла своего отношения к ней. Она-то говорила, что это шутка, то серьезно настаивала на том, что это правда, и, по сути дела, долгое время так и не было понятно, Понарушку, это псевдоним или настоящая фамилия девушки, и кто на самом деле ее отец, музыкант или уважаемый всеми академик. И только в 2009 году, в одном из интервью она призналась, что водила всех за нос, и подтвердила, что она – Филиппова. При том, что девушка по настоянию родителей окончила РУДН, получив диплом экономиста, она не собиралась ни дня работать по специальности, так как уже в 17-летнем возрасте стала делать первые шаги на телевидении, а именно на музыкальном канале MTV. Она работала ассистентом продюсера и редактором программ, а через три года уже стала вести программу «Тотальное шоу», за которой последовал ряд других передач. Через некоторое время девушка расширила рамки своей деятельности и стала совмещать работу на MTV с ведением передач на каналах ТНТ и «Звезда». После того, как весной 2013 года канал MTV Russia прекратил вещание, Понарушку продолжила свою деятельность в качестве ведущей на таких каналах, как СТС, Европа, Пластиви и «Мама». Кроме того, Ирена вела светские колонки в разных популярных журналах, а с начала 2018 года стала колумнистом женского журнала «Амоди Вок». Что можно еще рассказать об этой интересной личности? Понарушку является вегетарианкой, занимается йогой и придерживается здорового образа жизни, а кроме того, активно его пропагандирует. Она не любит яркий макияж, предпочитая во внешнем облике естественность. Единственное, что она делает, чтобы оставаться привлекательной, это поддерживает в хорошем состоянии брови и ресницы, и немного завевает волосы, так как неравнодушна к кудрям. Что касается личной жизни ведущей, то она долгое время говорила, что не хочет обременять себя ни мужем, ни детьми, поскольку, с одной стороны, не готова к этому, а, с другой, вообще испытывает страх перед родами. Но все эти разговоры быстро закончились после того, как она познакомилась с музыкантом и продюсером Александром Глуховым, который более известен как диджей-диджей-лист. Ему удалось повести несговорчивую красавицу под венец, и в 2010 году Ирена стала супругой Глухова. Через год у пары родился первенец – Серафим, а в 2018 году на свет появился его брат – Теодор. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!